Приветствую вас и отвечаю на вопрос о том, как переубедить человека в том, что скандалов не будет. Замечу следующее, именно переубедить не как. Видите ли, дело касается чувств, и если чувства изначально были, мужчина боролся с негативом, а теперь перестал, то значит что-то в его чувственном фоне изменилось, и эти изменения произошли не по его воле и не по вашей воле, именно воле. Изменения эти произошли потому, что так сложилось. Вы знаете, первое, что мне бы хотелось, это чтобы вы избавились от чувства вины. Вот, серьезно, вы не виноваты в том, что так произошло, вы не виноваты в том, что мужчина вас бросил, вы не виноваты в том, что вам не нравилось, что он гулял. Это действительно не очень-то хорошо, это действительно, простите, не то поведение, которое можно назвать приемлемым в паре, ну не то это поведение. И ваши действия были вполне адекватными. Но, понимаете, в чем тонкость? Вы сказали, что потеряли работу. Вы сказали, что искали работу. Не написали, нашли ее или нет, поэтому эта ситуация осталась несколько неразрешенной. Но давайте предположим, что только вот на данный момент у вас ее нет, по-прочему. То есть, такой вот самый худший вариант, да, работы нет, по-прежнему. Значит, что вы чувствуете? Берег у вас проблемы с самооценкой начинаются, из-за того, что вы не можете найти работу. Вы начинаете меньше верить в себя, вы начинаете чувствовать себя менее значимым, менее способным. Наверное, менее достойным. Я имею в виду достойный молодого человека, потому что вы считаете, что вот ваше поведение, оно было неправильно. И к тому же, то, что вы хотите его вернуть, говорит о возможной зависимости от него. Я не говорю, что у вас она прямо есть, эта зависимость, но, может быть, начальные стадии очень похожи. Вот чтобы этого не было, определите для себя, что кроме личных отношений, кроме желания делать мужчину счастливым, кроме того, чтобы быть с ним рядом, да, вы еще от него получаете. Что вы хотите от него получать? Какая потребность у вас к нему есть, не связанная с личными отношениями? Вот если вы на этот вопрос себе ответите, то тогда с большей долей вероятностей можно сказать, что вам будет легче пережить этот момент. повышать свою самооценку также нужно. И делать это нужно через, опять-таки, реализацию себя в других сферах. Не обязательно в сфере рабочих. Ну вот сейчас у многих людей проблемы с работой, это нормальное явление. и относиться к этому как к чему-то личному вам не стоит. Просто вы не понимаете, что черная полоса, она сейчас объективна, и вы не виноваты в этом. Но вы лучше постарайтесь подумать, как можно приложить ваши усилия, пересмотрите свои способности, свои склонности, свои интересы, увлечения, может быть. Чтобы как-то переориентироваться на новые реалии, чтобы себя реализовывать. Таким образом установив свою самооценку. сделав ее прежней, и с высоты своей самооценки, вы поймете, что мужчина вас перестал фактически уважать. Уж можно только гадать, в качестве кого он перестал вас уважать. В качестве женщины, в качестве партнера своего. Вот как человек он вас уважает, это да, это видно. Но вот видимо в определенный момент потеряли вы для него привлекательность именно как женщин. И это может быть не навсегда, конечно. Но если вы не повысите свою самооценку, если вы не избавитесь от зависимости от мужчин, или от элементов зависимости, то вряд ли вам будет. в качестве женщин. Потому что вы, когда потеряли заботу, вы изменились. Вы стали менее уверены в себе. Такая женщина, естественно, у мужчины восхищения не вызывает. Обретаем уверенность, показываем мужчине независимость, и получаем принадлежащего вам партнера. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Я хотел сделать только небольшую пометку, еще сказав следующее. Вот, разом, то есть единочасно, не получится поменять взгляд мужчины на вас и на ваши отношения. Ему потребуется плономерное, последовательное подтверждение вашего поведения. Чтобы он увидел, что вы пересмотрели свое отношение к себе. Чтобы он увидел, что вы не принадлежите ему, не собираетесь его ждать. Чтобы он увидел, что вы активно общаетесь с другими мужчинами, и пользуетесь у них успехом. Если у него чувства есть, они выиграют. И он даст, как бы, знать о себе. Понимаю, это не совсем то, что вы хотели сначала, но если убеждать мужчину, что, простите, больше такого не будет, то вы делаете тем самым две ошибки. Во-первых, вы показываете ему, что вы принадлежите ему, и что вы готовы на все ради него. Ценности это вам никак не добавляют. Во-вторых, вы обрекаете себя на его дальнейшие гулянки. Что тоже никак не добавляет вам ценности. В конце концов, свои интересы вам не устраивать. И главный вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы ответили, заключается вот в чем. Вы не терпели гулянки. Вы реагировали на них особо. Теперь вы готовы их терпеть. Ради чего? Ради чего и почему, если это унижает вас, принижает ваше достоинство, делает вас менее самостоятельным партнером в отношении? Ради чего вы собираетесь терпеть вот такое неуважительное к вам поведение? Ответьте на этот вопрос, и думаю, многое станет ясно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. И если вам понравится, пожалуйста,- -